Тема моего доклада к вопросу об этнической идентификации кориллов-людиков. И начну свой рассказ, свое выступление с того, что в 1940-х годах финляндский языковед Ай Матурнен сформировал так называемый людиковский вопрос по-фински «Люди лайскюсимус», заключавшийся в следующем. Что же представляет из себя язык кориллов-людиков? Это самостоятельный язык кориллов-людиков-финской группы или же часть корельского или вебского языков? И с тех пор людиковский вопрос является предметом научных споров среди ученых России и Финляндии, которые высказывают различные мнения по поводу языка кориллов-людиков и их этнического статуса. Вот эта тема уже была начата предыдущим докладчиком Ириной Петровной Новак. И первые исследования людиковских говоров проводились в XIX веке многими начинающими финалгорскими финалграгедами. Это и Андрей Михайлович Шогрен, и Даниэром Европеусом, и Элиасом Леонардом, Августом Алквистом, Акселем Барениус Ляхтенкорой и другими. Ученые относили людиковские говоры то к вебскому, особенно это касается Михайловского диалекта, обладающего наиболее выраженным вебским субстратом, то к корельскому и то к людиковскому языку. И создатель людиковских говоров Юхо Куйла первым начал классифицировать людиковские говоры в качестве самостоятельно приватистка финского языка, состав которого Михайловские говоры он включил несколько позднее. И уже во второй половине XX века Перти Вертеранта закрепил статус людиковского языка как самостоятельного языка знаний Финляндии, а самих людиков отнес к отдельному приватистко-финскому народу. И идеи Перти Вертеранта нашли свое развитие в трудах финляндского лингвиста Микола Пахомова, который отмечает, что вопрос об этническом статусе людиков в многом зависит от решения проблемы их языковой идентификации. В России же корилов-людиков со второй половины XIX века представители власти Олонинской губернии относили больше к корилам, чем к вепсам, хотя и отмечали их чудское происхождение и значительное отличие от языка, от лонинских корилов. Первым выделил фонетические отличия Петрозаводского говора, то есть людиковского, от других диалектов корейского языка учитель Петрозаводской гимназии и кореевед Константин Михайлович Петров. В 1867 году он писал, что мягче всех говорят о лончане, за ними и по венчане, и, наконец, жители Петрозаводского уезда, которые по выговору ближе к чудинам, то есть к вепсам. И в 1940-х годах уже известный российский фенографист Дмитрий Владимирович Бугарих отнес людиковский диалект к корейцкому языку, отмечая, что людики сами себя идентифицируют как лююди или лююдикоид, а их язык содержит наибольшее количество вепских черт, что связано с этнической историей данной группы. И концепция языковеда получила широкое признание как в отечественной науке, так и в соседних постсоветских странах, в том числе и в среде эстонских лингвистов. И вот уже говорила Ирина Петровна, новейшее исследование российских фенлянских языковедов, основанное на сравнительном анализе фонетических и морфологических систем корейских диалектов и говоров, подтвердило теорию Бубриха о единственной корейской языке, куда входит и людиковское наречие. И тем не менее, до сих пор в трудах российских ученых нет единого мнения о том, к какому виду подразделения этноса относит корейов-людиков. К субэтносу или к этнолингвистической группе, и чаще всего в русскоязычных работах о языке людиков можно встретить нейтральные термины по отношению к самим людикам, как одно из подразделений корейского этноса, этническая группа или диалектная группа корейского этноса. Но что же касается самосознания самих носителей людиковских говоров, то у них сохраняется два самоназвания, равнозначные для народа. Общий для всех – кардиолайне, корейл, и локальный – людилайне, людико, людик. А свой язык корейла-людики называют людинькиель и людиковский язык. И отмечают, что говорят по-людиковски – пагижимы людикш. Но не всегда у людиков наблюдался дуализм в самосознании. По утверждению Александра Павловича Баранцева, этноним «корел», изначально неизвестный ни людикам, ни левикам, стал активно распространяться на последних с XIX века. И в диалектологических вопросниках, составленных в пряже в 1941 году, в ходе работы над диалектологическим адресом корейльского языка Дмитрия Владимировича Бубриха, самоназвание местных корейлов было зафиксировано как «людикит», «людики», а рядом приписано уточнение. В последнее время стали называть себя «корьялайжит». Вот у меня здесь есть скан этого страницы из этого вопросника, не знаю, видно, но вот тут как раз подписано. В последнее время стали называть себя «корьялайжит». И данное положение недаванной кореализации людиковского суббэтенса подкрепилось во время полевой экспедиции, моей полевой экспедиции к «напожским людикам» в 2016 году, в ходе которого некоторые информанты, преимущественно 1930-х годов рождения, отмечали, что их родители были людиками, а сейчас они, информанты, являются корейлами. И если при интервьюировании носителей людиковского наречия пользоваться русским языком или другим наречием корейского языка, вызывающими для людиков сложности в коммуникации, например, собственно, корейским наречием, и спросив об их самоидентификации, то опрашиваемые отнесут себя, скорее всего, к представителям корейского народа. И наоборот, если задать вопрос на людиковском наречии, то информанты назовут себя людиками, свой язык людиковский. И языковед Николай Иванович Богданов в своей дилектологической экспедиции среди михайловских людиков в 1946 году встретил информанта Ефима Филатова, который заявлял, что по-русски его национальность корейл, и его родная деревня официально называется Ташкинецы, но ее название на родном языке – Туашкул. Вот как раз есть скан, тоже здесь представлен слева. Но, да, по-карельски, то есть по-людиковски будет его деревня на родном языке – Туашкул, и ее жители используют по отношению к себе эндоним Люди Куот, или Люди Лайжет, Людики, а также Куярви Лайжет, Михайловский. И, как утверждают филянские следователи, вот этот факт, что носители людиковских говоров в контакте с другими этнолингвистическими группами карельского народа уже в начале XX века использовали русский язык, свидетельствует о том, что карельский язык, в том числе и ливиковские говоры, является для людиков чуждой языковой средой. И данное утверждение, конечно, характерно в большей степени для михайловских людиков, обладающими чертами этнолокальности. Их карельское самоназвание Куярвелажит сопадает с названием со стороны соседних карелов и восходит к названию одного из главного водоема на земле михайловцев – озеро Лоянское, по-людиковски Куяр. Несмотря на дружеское отношение михайловских людиков со своими соседями, олонинские ливики часто отзываются о них с некоторой долей пренебрежения, отмечая, что михайловские не так говорят, как мы, и понимать их трудно, и называют последних ненастоящими или еврейскими карелами. И, как отмечает Константин Кузьмич Логинов, такую уничижительную кличку им дали не столько из-за того, что михайловцев считали торгашами или же хитрыми людьми, сколько из-за особенностей их языка и культуры, отличающихся от соседей. Стоит отметить, что к другим диалектным группам людиков не наблюдалось такого явного отчуждения ливиков и, собственно, карелов, что вызвано, скорее всего, тем, что диалекты пряжинских и кандапожских людиков содержат меньшее количество вепских черт. Важно и то, что эти диалектные группы издавна поддерживали тесные брачно-праздничные связи с соседними карельским населением, тогда как девушки из ливиковских деревень Олонинского района неохотно выходили замуж в михайловские поселения. Еще одна причина замкнутости михайловского куста деревень состоит в том, что этот куст в 15-16 веках входил в составной части в важенский погост, географически тяготевший больше к территории Пресвирия, то есть не был, как сегодня, административно связан с Солонинским районом Карелии, населенным преимущественно ливиками. Своих карельских соседей людики тоже обосабливают, ливиков называют аланчанами, а ануксы лажат, или же карелами, кария лажат, а, собственно, карел всегозерия лаппи, то есть саамы, а те, в свою очередь, называли соседних людиков вепсами. И в данных наименованиях сохранились следы этнического прошлого этих регионов. То есть таким образом носителей людиковского наречия можно квалифицировать как субэтнос карелов, поскольку все критерии соответствуют теории этнических групп, предложенной этнологом Юлианом Владимировичем Бромлеем в 1970-х годах. Это чувство собственной языковой обособленности, признание обособленности другими народами на уровне языка. Третье – наличие самоназвания людик и общего этнического сознания карел. Четвертое – относительно единства территорий. И позднее вот еще одним критерием Бромлея для выделения субэтнос стало определение специфики традиционной культуры. И исследованию данного вопроса посвящена уже моя кандидатская диссертация. Ну, а это уже совсем другая история. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо, Сергей Андреевич. Уважаемая аудитория, вопросы к докладчику? Были ли у нас, Андрей, вопросы в чате? В чате? Нет, не вижу вопросов. Но доклад действительно очень интересный. Спасибо большое. Можно тогда я пока задам свой вопрос? Сергей Андреевич, скажите, пожалуйста, вот какое количество программ для Атласа было обработано? И вот заметили ли вы какую-то существенную разницу, поскольку программы собирались? Это 1937 год была первая крупная экспедиция, 1938 год, добор материала. И второй вариант программы, уточнение, дополнение, новые пункты были также добавлены. Это 1946 и вот последующие годы. Удалось ли, если были обследованные те и другие программы, обнаружить какое-то отличие как раз-таки вот по анализируемому вопросу? Вот, к сожалению, спасибо большое за вопрос. К сожалению, я не так много программ просмотрел, то есть у меня больше такое качественное было исследование. Я их около 10 просмотрел. Какие годы вы сказали? 1937 год – это первая программа, я собирал сбор, а потом 1946 год. Да, и первое, и второе, и какие отличия между ними. Ну вот, не могу сейчас сказать, потому что я, вот, те интересные факты, которые я заметил, я их постарался отразить в докладе. В основном у них было так, два самоназвания – корил люди, корил люди, корил люди. Вот такие вот приписки интересные, как вот называть себя стали людиками, то, что по-русски я корил, по-людиковски я буду людик, это все-таки единичные случаи. Но в дальнейшем я планирую, что уже возьму вот всю подборку именно по людиковской территории и уже буду просматривать такое вот количество, то есть исследование провести, это надо, да, и сравнить. Это есть такие перспективные планы сделать. Спасибо большое вам за ответ. И вот пользуясь случаем, поскольку я рассказывала сегодня о диалектной базе данных и показывала, что как раз один из блоков вопроса – это социолингвистические вопросы, в том числе мы заносим, кодируем вот эту информацию, которая вас в первую очередь интересует, поэтому я вас приглашаю присоединиться к нашей работе по заполнению, возможно, по людиковским говорам и вот для того, чтобы пользоваться в дальнейшем этими материалами. Спасибо большое. То есть я работаю над своим исследованием, я еще и могу какие-то выводы заполнять для этого. То есть и пользоваться теми статистическими программами вот подсчета данных, да, которые… И внести туда свое, что обнаружено. Да, например. Да, спасибо, спасибо. Я с удовольствием приму участие. Спасибо. Спасибо.